всем привет верность в непогоду ну я не знаю многие из вас наверное догадались что это такое но мы говорить сегодня не будем о том что мы здесь соорудили как бы у нас долго лежали бревна доска но единственное что вам пришлось приобрести покрытие песчаным вообще или сказать вам что это такое не говорить сад не говорить ладно хорошо но догадайтесь что вот это такое мы уже какой день занимаемся этой работы то есть засыпали площадку песком сделали ограждение вот здесь вот будут задней части ворота единственный когда мы начали это сооружение делать неожиданно перед тем как мы решили вы сделаете определили для этого места то есть если посмотреть вон туда наверх там есть гнездо его пара сорок свела буквально за два-три дня она была готова и сейчас в данный момент я сейчас обломал лишние ветки и сорока только-только вылетела то есть она терпит весь вот этот бардак вот и продолжает жить на этом дереве но уничтожить как бы гнездо с сорочатами мы себе такого дела не позволили да и каждое дерево жалко поэтому вот в этом вот кругу вот такой вот пуп остался но не по центру лучше бы он по центру было в общем отгадайте что это такое что мы делаем дальше я вас хочу провести сейчас в другое место отгадайте что это будет и мы направляемся сейчас весна кругом у всех огороды и всякое такое ну и мы тоже решили не отставать если кто не знает что это такое это растение вообще называется ерга мы съездили в лес нарубили вот такую вот плантацию полную ванну мы правда ни разу этого не делали но очень надеемся надеемся что у нас получится мы это все уложили воду добавили туда корневин и ожидаем что вот из этих ростков в конце концов ну что-то вылупится типа должны корешки полезте но пока мы этого не наблюдаем в общем вот это вот все мы заложили для чего очень вкусная ягода на самом деле и вокруг целого приюта мы решили рассадить вот такой вот кустарник он очень высокий вырастает но если общепливать его то покороче будет то есть это бог даст если прорастут и нам удастся их посадить то есть но это будущее озеленение приюта вот таким делом мы решили сейчас заняться то есть потратить какое-то какое-то время на то есть улучшение виды и полезности приют вот но здесь у нас маленькое озеро я в этом году ходили на большое озеро наловили малька и выпустили вы сюда ну пока что пар что-то активно себя вел в этой луже болоте не наблюдаем то есть пока его здесь нету я не вид не видел хлеб как лежал так лежит вот но может даже и выбросить надо этот хлеб тоже что-то ну только может вреда нанесет озеру закиснет и и все то есть никто его не ест никому он не нужен и самое интересное что малек которого мы наловили вот такой вот маленький я его тоже не вижу вот вот таким вот образом мы пытаемся как-то заполнить это болото рыбы и возможно здесь когда-нибудь разведется карась то есть часть малька мы сюда засадили и посмотрим проживется он в этой болоте не или нет но мы вообще рыбы никогда не занимались поэтому для нас это неведомое дело посмотрим что получится но вот посадили две яблони правда они заросли уже травой надо подкашивать обкапывать тот раз яблони и 2 яблони но в будущем когда-нибудь я думаю они разрастутся и на берегу озера будет яблони будет красиво тоже поставится скамейка какая-нибудь люди пришли в гости сели удочку забросили поговорили поболтали яблочком закусили вот а сейчас я вам хочу показать еще одну нашу идею здесь есть часть парка такого который фактически ну завален разными гнилушками там пнями гнилыми здесь вот есть такие гнилые пеньки различные деревья поваленные и мы что решили сделать мы на деревья подвесили вот такие вот конячие грибы то есть они очень большие вот если по ним постукать но ветер сейчас не в нужную сторону дует надо чтобы туда дул на пеньки садится пыльца и то мы их засуху поливать собираемся то дождик вот сегодня дождик будет будет отлично то есть вот на вот эти пни мы распылили мы надеемся что-то этот гриб в этой части поваленных деревьев он там он какое закорюченное дерево такое с дуплом огромное но разрастутся вот эти вот грибы они на самом деле называться головачи очень огромные такие то есть одного гриба на семью у просто столько не слопаешь они очень большие грибы сейчас я вам покажу еще хочу одно место показать но саша вряд ли сможет это заснять и вообще это вторжение в чужую семью если честно вот но тем не менее вы хотите верьте хотите нет вот в этой березе не огромный видите вот это вот дупло там четвертый год птица не знаю какая высиживает маленьких этих сейчас а фонарь включу если видно будет конечно высиживает маленьких птенцов и они маленькие там постоянно сидят ли она вы выкормила уже нет как она туда пробирается в эту прощелину это очень интересно не видно только телефон мой туда не уронить и что это за птицы интересно вообще прикольные такие как каждый год они там вылупляются короче в этой здоровенной березе живут птицы так пошли тем еще кое-что покажу я даже полностью то я с той стороны зайду я ее не могу руками обхватить сотрить видно мои руки вот так видно да прикинь птица хитрая какая нашла же дырдочку так ну что пойдемте мы вам покажем одну вещь это по проекту оператора александра вот ты его конструкция реконструкция в общем рима подарила нам 30 кустов помидор рассада еще добрые люди нам подарили старые рамы от окон еще один человек подарил нам рейки мы только купили пленку и саморезы и получился вот такой вот домик город собак расширяется это специально прозрачный домик для собаки-невидимки которая очень любит помидоры поэтому вот сегодня мы смастерили такой домик саня там ползал прямо по верху прикручивал прибивал это все но я палки держал палки держать скажу сложнее чем прикручивать ровно держать надо пожалуйста эти сюда заходишь тут же тут уже пахнет теплицей почему то что вот эта трава еще не выкопано крапива запах такой вот как у бабушки когда-то ой классняк все открывается то есть проветривание а вот это вот но мало ли дверь заклинит там форточка с той стороны снизу это запасной выход если чего можно выйти ну мало ли у кого чего как так так что такая вот теплица в общем так домик для помидор ну пойдемте посмотрите а у нас перезимовал виноград который мы посадили в прошлом году то есть сейчас мы ожидаем пока он распустится полностью но почки набухли уже да и да да должен он очухаться по идее для чего вообще виноград когда-нибудь этот виноград разрастется мы его рассадим на поле здесь есть классная глина мы откроем свою гончарную мастерскую сделаем глиняные бутылки и пока не сырые пальцем на глиняные бутылки царапаешь просто на полях приюта можно на полях можно на полях разницы нету пальцем самое главное обжигаешь эту бутылку заправляешь вином и кукурузным початком запечатываешь вот так привез тебе человек дров в подарок да ну помощь приюту а ты ему бутылку вина своего домашнего на полях приютом дело валюта тоже человеку приятно правильно вот пошлите дальше покажу но на и сама главнейшая что мы в этом году сделали пойдемте смотреть вот сейчас я вам хочу показать наше главное достижение ну как говорится первый ком блинам поэтому как получилось так и получилось вот наши хорошие друзья так олеся и алексей но в общем у них картошки дом просто дон они нам подарили картошку семена и мы посадили первый огород вот здесь вот у нас сидит картошка но это все пробное а дальше уже потом будем пробовать если получится ну первый раз же садим елки-маталки если вырастет получится то мы сможем какое-то держать свое хозяйство и потом либо меняться либо как-то продавать это и какая-то помощь уже можно будет корма собакам закупать и тому подобное решили попробовать а вдруг ну сейчас чисто для себя огород посадили экспериментальный ну как пойдет но ну тут конечно мусора еще много там трава где-то сорня где-то еще что-то на пробирать потому что целину распахали ну как смогли так и распахали еще полюбаса сейчас тут дизлайков донбус и кто у людей лучше распахано как смогли так и распахали скажите спасибо что вообще распахали ну да не вырастет еще поле отдохнуло все говорят что вырастет нормально будет ну больше пока таких особых новостей нету не есть еще две офигенные новости но мы их пока показывать не будем все на этом пока всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал но осталось совсем чуть-чуть просто там децил какой-то остался там тысячи тысячи или меньше сайт ну ты сейчас копейками и будет 30 тысяч а там дальше говорят легче пойдет пишите комментарии обязательно и на колокольчик нажимать все всем пока я говорю всем пока все